Рок-н-ролл. Спустя 23 выпуска моего шоу я сумел нащупать удивительную тенденцию. Чем свежее клипы, которые я обсуждаю, тем больше просмотров набирают мои обзоры. Этот факт долго укладывался в моей голове, но больше я не могу сопротивляться, поэтому сегодня в моем обзоре будет полный винегрет из стиля и направлений, но зато это будут самые интересные клипы первой недели февраля. Погнали! И на последнем месте в моем максимально необъективном топе расположились самые яркие звездочки на небосклоне новой школы рока, а именно группа «Пошлая Молли» с их новым клипом «Типичная вечеринка с бассейном». «Типичная вечеринка с бассейном» «О боже мой! О боже мой! О боже мой! О боже мой!» «О боже мой! О 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 боже мой!» «Что со мной?» «Что со мной?» Немного пугает слово «типичное». Интересно, это я так плохо живу, что за всю жизнь присутствовал только на одной вечеринке с бассейном? Или на Украине все не так плохо, как нам рассказывают? Нет, наверное, первое. Я переодеваюсь в платье своё бабушке, мне не снимают на мобилу, бэйби, а моя девочка, ты та самая девочка, которая влюбилась в капитана футбольной команды Омандидас. Кто-то нарисует хуй на щеке неудачника, твой тропавец класс, опускает головой в унитаз. Надо признать, что качество съёмки по сравнению с дебютным клипом заметно выросло. Тут себе и постоянный рапид, и интересная массовка, и красивые постановочные кадры, и что я особенно ценю, сюжет. Но в отличие от той же любимой песни твоей сестры, данный трек не претендует на хитовость, и по моей системе оценок это, конечно, играет в минус. С другой стороны, следует признать, что подобные эксперименты с музлом при собственном устоявшемся стиле заслуживают уважения и говорят о том, что группа не собирается останавливаться в развитии и занимается творчеством. А в наше время это особенно ценно. Это типичная вечеринка в бассейном Школа вечеринка в бассейне И я прыгаю в одежде в бассейне И я прыгаю в одежде в бассейне Субтитры делал DimaTorzok Шикарный коттедж с бассейном, где тусит Дика, например. Из текста песни мы узнаем, что королева школы, присутствующая на вечеринке, уже давно нарывается на расправу. И Кирюша Бледный в платье своей бабушки вместе с подельниками устраивают ей темную. Отравляют ее пойло, затем душат, связывают и увозят в неизвестном направлении. Вот вам и мораль. Не надо смеяться над теми, кто поет после уроков. Поняли? Пидоры. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом все выглядит настолько же странно, насколько и смело. Но лично я жду от пошлой Молли новых хитов. Возможно, я просто слишком стар для этого дерьма. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях, а мы двигаемся дальше. Друзья, прежде чем показать вам следующий клип, хотелось рассказать про отличное приложение для покупок в интернете, которым мы с женой пользуемся постоянно. Оно называется Пандао. Там нереально низкие цены, огромный выбор и самое главное, есть система лояльности, по которой ты можешь покупать товары за баллы. Установи Пандао прямо сейчас и получи 200 баллов за регистрацию. А еще по промокоду YOU, ник, ты получишь дополнительные 200 баллов. Таким образом, в твоей копилке окажется уже целых 400 бонусных баллов. А 9 февраля, то есть уже сегодня, на Пандао начинается нереальная распродажа и цены будут еще ниже. Поэтому скорее беги скачивать приложение по ссылке в описании. А мы продолжаем. А на втором месте сегодня обосновался главный искусствовед и анти-попс всея Руси, Слава КПСС и его свежайший клип «Грустные танцы». Здесь так красиво перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. А, это другая песня? На этой писке тебе не место, но тебе тупо некуда деться, некуда податься. Тут за декадантов подалка, ты как бледная поганка одна. И на душеньке погана, что тебе осталось? Бесят эти танцы, довольные ебало цвета померанца. Померанец или кинота или бегорадия. Вечно зеленое цитрусовое растение, вероятно, является гибридом мандарина и помелло. Спасибо за расширение вокабуляра. Охота накидаться, не отходя от кассы, но классные коктейльчики, вкус орвоты. Надо улыбаться, строить беззаботные тенсеры. Песенки про джинсики в дырочках, а тебя как будто пилочка. И гладят по кровавым одолям, чё по козырям. Есть немного дубки, знаешь, будет загонять еще дальше, глубже. Модные телочки ждут перепихонщика, ты походу кончилась. Да, друзья, вам не показалось. Слава Гнойный записал попсовый трек на мотив розового вина и снял клип, что называется «Одним кадром». Тема клипа та же, что и у пошлой Молли, однако тема сисек раскрыта намного глубже. Подышать на балкончике, на душе скребутся кошечки. Улицы Питера, ты из тех, кто шлет только грустные сикеры. Кто-то просит сиги и им стрельную, чё ты такой грустный, готусиль, эй. Вот тебе косяк, винишко, тебя ведут туда, и ты фальшиво веселишься. Я хочу тебя, а еще хочу сишку. Блин, ты и так спиздил бит у Элджея. Может быть, хоть сонорику собственную пропишешь. Слава. Ладно, каждый уважающий себя исполнитель в 2018 обязан спиздить с биток у розового вина. Как я понял, это даже не считается за воровство. Припев получился добротный, заедает в голове после первого прослушивания, и это чудесно. Вероятно, Гнойного как следует искусал Филипп Киркоров на шоу «Успех», после чего Слава ушел в попсу и выглядит в ней весьма органично. Плохо ли это? Если вы фанат ортодоксального Андера, то, конечно, плохо. Но если вы, как и я, любите хорошую попсу, то наверняка сможете по достоинству оценить этот клип. В нем есть все, что нужно для настоящего хита. Обилие сисек, мощный хук, который повторяется в песне Олверда «Хуя раз», танцующие люди и даже за май не читающий рэп. Господи, как же погано, уже почти на все согласно, не то что похер, а просто хоть бы кого. Чтобы не хотелось сдохнуть, тело к телу душа на вылет. Белым-бело в ледяной пустыне, стеклянных глаз и в последний поезд. Если хочешь, танцуй мне, что ли? Отдельно отмечу великолепную съемку одним кадром и не бросающиеся в глаза склейки. Я представляю, насколько сложна эта идея в реализации и дико респектую режиссеру и оператору. Текст добавляет декаданса в настроение песни, благодаря чему трек уже не слушается, как приторная замшелая попса. В целом, это очень крутая работа, которая, возможно, сможет заложить новый виток в карьере некогда андеграундного трушного батл-рэпера. Друзья, наконец-то настал тот день, когда я могу поделиться с вами радостной новостью. Я очень долго этого ждал и, наконец-то, это свершится. 21 апреля в Санкт-Петербурге в клубе К-16 на Лиговском 50 пройдет концерт моей группы Раванна. После продолжительного затишья мы возвращаемся на сцену в обновленном составе и со свежей концептуальной шоу-программой. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу постапокалиптичного танцпола, где снимался одноименный клип, уйти в отрыв под полюбившиеся хиты и первыми услышать новые треки с грядущего лонгплея. Сюжет концептуального альбома буквально оживет на ваших глазах, а уникально решенное пространство клуба К-16, где будет проходить концерт, позволит вам как следует оторваться на танцполе, либо с комфортом наблюдать шоу с балконов второго и третьего этажей клуба. Поэтому мы ждем вас 21 апреля в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский 50, клуб К-16 на концерте Раванна, и вы сможете увидеть все первыми. А мы продолжаем. А на первом месте сегодня расположился вовсе не музыкант и даже не рэпер, а всего-навсего пародист, который сумел одним клипом уделать сразу двух блогеров и одного певца. Сатир Эмси Хованский Дисна Моргенштерна. Вызвал Хову на Версус, да ты в натуре бесстрашный, ты не задизил старичков, ты залупнулся на старших, ты в рэпе и в блогах моему неровне таланту, кстати, на твоем ебальнике огромный тарантул. Если кто-то еще не в курсе, в начале этого года резко набирающий популярность блогер и музыкант Алишер Моргенштерн вызвал на Версус Эмси Хованского, который ответил однозначным отказом по причине недостаточного количества подписчиков на канале Моргенштерна. Юра проигнорировал все мои доводы в пользу этого бифа, из-за чего не получился этого конфликта ровным счетом ничего. Но поскольку народ в интернете уже загорелся противостоянием старой и новой школы, Сатир воспользовался Юриным бездействием и одним ударом убил сразу кучу зайцев. Словил хайп на чужом конфликте, показал Алишеру его место и заодно продемонстрировал Эмси Хованскому, как тот должен был поступить с оппонентом. Да, для Версуса поводов действительно маловато, а вот для Дисса в самый раз. В розовой кофте выглядишь модненько, Новая школа видеоблогинга, Ты перевелся в новую школу, еблан, Потому что в старой над тобой весь класс угорал. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты не рэпер Навального, Ты лишь хейтер нормального, Мейкер банального, Автор трека провального, Из села, где ебланя одного нету овального. Будучи профессиональным актером театра, Сатир великолепно копирует, слегка преувеличивая мимику и флоу Хованского, за счет чего добивается комичного эффекта. Текст Диса вполне серьезен, все предъявы калишеру по делу, и если бы такой клип выпустил сам Хованский, то, несомненно, получил бы свой хайп и вернул стритабилити. Ну а с этого момента я орал в голосину. Честно, очень редкие ролики на ютюбе у меня когда-либо вызывали такой ор. Дима Маликов и Юрий Хованский – это дуэт, в основе которого лежит оксюмарон – совмещение несовместимого. Это два полярно разных образа, которые, тем не менее, в совокупе не раз показывали свою состоятельность. Говорил, что я пустышка, так и есть, ищет ртом мою пустышку твой бейби-фейс, обвинял меня, что мои тексты покупаются, но на эти деньги Гена Язды одевается. Не сомневайся, я пежу твою девчонку, приеду к тебе в Уфу и отрежу твою прическу. Я уничтожу тебя, как свою печенку, скоро, как МС Анюта, покажешь свою пизденку. Трек за пять минут, клип за пять часов, в рот за пять рублей, и твой хит почти готов. Текст диссы изобилуют панчами, не самой высокой, но и не самой низкой пробы, однако для пародии такая глубина рифм оказалась вполне приемлемой. Мои рифмы квадратные, ну и что? Они точно не квадратнее, чем твое ебло. Ты набил себе над глазом три шестерки, но ты хотел набить семерки, чтобы рекламить казино. Шелестит одинокая пальма, хочет славы добиться скандальной. Ты не нашего уровня хайпа, нет, ну реально, чё за Маргенштерн. Шелестит одинокая пальма, хочет славы добиться скандальной. Ты не нашего уровня хайпа, нет, ну реально, чё за Маргенштерн. Венчает данный клип уморительная рекламная интеграция. Сатир в очередной раз показал Ютьюбу, как много решает актерский профессионализм и умение быстро подстроиться под ситуацию. Ну что ж, друзья, если вам понравился такой формат моего моментального реагирования и быстрого анализа самых свежих клипов, то ставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а если вам больше по душе тематические выпуски, кое-как уже вышло овер до хера, то напишите об этом в комментариях и предложите тему для выпуска. С вами был Ник Щерников и шоу «Сперва добейся». Увидимся. И не забудьте про концерт. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok